Прецедент в Барнауле кредиторы привлекли к ответственности за личные встречи с родителями должника. Так эффективен или нет, как барнаульцы восприняли из законопроект об отмене ЕГЭ? 25-е по счету пешее путешествие длиной в 250 километров, что побуждает паломников отправиться в дальнюю дорогу. В Егоревском районе продолжается ликвидация отдельных очагов огня, несмотря на то, что самый крупный пожар в регионе, который охватил на прошлой неделе больше 10 тысяч гектаров, удалось локализовать. Ситуация здесь по-прежнему остается на контроле. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор края Виктор Томенко. Внутри пожара много тлеющих стволов и пней, которые необходимо пролить водой. Угрозы населенным пунктам нет, но режим повышенной готовности пока снимать не планируют. Напомним, за несколько дней с площади 80 гектаров пожар распространился на площадь больше 10 тысяч гектаров. Губернатору края даже пришлось обратиться за помощью к федеральному учреждению авиалесоохрана. В четверг в регион прибыла группа пожарного десанта из 30 специалистов, имеющих большой опыт в тушении сложных крупных пожаров. В итоге мощнейшее возгорание в Егоревском районе удалось локализовать. При этом из-за неосторожного обращения с огнем в выходные горела сухая трава в немецком, Романовском, а также Суэцком районах. Последним пожар остановили всего в 500 метрах от населенного пункта поселка Украинский. Губернатор напомнил, что такие инциденты очень опасны и призвал жителей края быть внимательными с огнем и соблюдать все правила безопасности. В Барнауле привлекли к ответственности кредитора. Представитель одного из крупнейших банков страны приходил домой к родителям должника, угрожал изъятием имущества. При этом родители, как третьи лица, вообще не знали об имеющемся о долге. Как удалось разрешить ситуацию и сохранить квартиру. Об этом в нашем следующем материале. Незваный гость пощекотал нервы семье Гартман. В тот день Нина Викторовна от коллектора узнала, что у сына есть кредитная карта и просроченный долг по ней. Так хорошо тарабанят. Ну, у меня муж подскочил, пошел открывать. Вот ваш сын должник, я представитель банка, он не хочет платить. Он говорит, а с меня что вы хотите? Пусть он платит. Ну, пусть платит. Он ваш сын, он у вас прописан. Если он не будет платить, изымем ваше имущество. При этом представитель банка даже не показал свои документы. И каждый раз, когда семья вызывала полицию, коллектор сбегал. Супруги в недоумении. Сыну 38 лет, 11 из которых он уже не проживает здесь. В квартире прописан, но долей не имеет. А самое главное, родители не понимают, почему банк перекладывает ответственность на них. Семья решила обратиться к судебным приставам. Мы приняли обращение и стали проводить расследование. Взяли объяснение со всех участников этой проблемы. В дальнейшем противоправные действия стороны представителя банка были прекращены. Банк был привлечен к комиссии ответственности со штрафом 200 тысяч рублей. Эта история уникальна тем, что обычно коллекторы пишут или звонят должникам. Здесь же кредитор перешел на личные встречи. Кстати, после резонанса к семье пришел еще один представитель этого банка. В службе судебных приставов поясняют, кредитор не вправе разглашать информацию о задолженности третьим лицам, будь то работодатель или родители. В Алтайском крае приставы ежегодно получают порядка 500 обращений с жалобами на кредиторов. Некоторые из них заканчиваются составлением административных протоколов. Больше всего жалоб на микрофинансовые организации. В законе прописано, что коллектор, либо банк, либо кредитор вправе взять взаимодействие не чаще. Одно раза в день, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Естественно, они не имеют права нарушать право человека на отдых, звонить ночью после 10 часов вечера. А родители нашего должника, хоть и в хороших отношениях с сыном, но сегодня они так и не знают. выплачивает ли он долг или нет. Но на всякий случай они выписали его из своей квартиры. Ирина Корчегина, Владислав Ковалев. День с толком. В Алтайском крае появился уже третий мультибальник по итогам ЕГЭ, учащийся 127-й Барнаусской школы Андрей Седов. Максимальный результат 100 баллов набрал сразу по нескольким предметам. Основной этап ЕГЭ в крае уже завершен. По предварительным данным, в этом году алтайские школьники экзамены сдали в разы лучше, чем в прошлом. Так, к примеру, подсчитано, что максимальные 100 баллов смогли набрать 54 человека. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Но при этом не меньше выявили и нарушений по сравнению с 2022 годом. Нарушители, те, кто пропустили экзамены по уважительной причине, могут сдать экзамены в резервные дни. Они продлятся до 1 июля. Следующая попытка пересдачи будет уже только в сентябре. А между тем, законопроект об отмене единого государственного экзамена внесли в Госдуму 23 июня. Авторы документа считают, что формат ЕГЭ неэффективен, так как не отражает реального уровня знаний учащихся. Его нужно заменить классическими экзаменами. Но что о такой инициативе думают Барнаульцы? Мои коллеги спросили у горожан на улицах города. Ребят, по сути, только мучают данными тестами. Я за. А есть какой-то минимальный плюс от единого госэкзамена, на ваш взгляд? Дисциплинированность только. То есть это как любой экзамен детей подготавливают, потому что будет определенная ответственность и какой-то срез знаний должен быть. Положительно. Считаю, что экзамены, которые были ранее, они более развивают детей, чем ЕГЭ обычное тестирование. То есть и психологические детям, мне кажется, будет лучше, если они будут сдавать обычные экзамены. Ну, вообще ЕГЭ я не сдавала, потому что я считаюсь иностранным гражданином. Но по рассказам моих друзей из России это ужасно. Сравниваясь с своими экзаменами, я могу сказать, что ЕГЭ намного сложнее и к нему относятся причем, ну, чересчур жестоко, как по мне. Поэтому при отмене ЕГЭ, ну, наверное, это хорошо. Классические экзамены, они лучше или все-таки вот такая форма единого госэкзамена, она приоритетней? Классические экзамены, они просто более личные. ЕГЭ более централизованная, более контролируемая, но в плане контроля чего? Знаний нет. Просто натаскивание. Я еще сдавал свое время ЕГЭ, оно только вводилось тогда. Я считаю, что знания это не добавляет, а лучше вернуть, как было при Советском Союзе. То есть качество образования нужно повышать. Классические экзамены, они чем лучше? Ну, может быть, человек все-таки более разбирается в предмете, не просто галочки ставит там, где надо, а лучше думать, как посоображать. Около тысячи паломников со всей России продолжают крестный ход на территории края. Накануне он по традиции начался у Покровского собора в Барнауле и завершится в Усть-Пристинском районе, где находится главная святыня нашего края – Коробейниковская икона Божией Матери. Пешее путешествие длиной в 250 километров проходит в 25-й раз по счету. Но чем особенен юбилейный крестный ход и что побуждает верующих преодолевать столь непростой путь, узнавал Данил Кузнецов. Все тело твое темно будет. Семь часов утра, а в Покровском соборе уже сотни людей. Перед долгой дорогой они отстояли службу и причастились. В первый крестный ход у нас ходило 49 человек. Вот сейчас количество участников и география участников очень расширилась. Количество примерно до тысячи человек. А география – это практически очень большое количество городов России. Одна из участниц юбилейного крестного хода, который в этом году на территории нашего края проходит в 25-й раз, приехала из Москвы. Женщина рассказывает, что в пешее путешествие решила отправиться после того, как икона Коробейниковской Божией Матери помогла ей исцелиться, когда она находилась в Хабаровске. Это было, конечно, большое чудо. И были многочисленные исцеления уже даже после того, как икона улетела. У меня оставалось масло от этой иконы. И когда мне не могли остановить кровотечение, даже на скорую Василия, когда я теряла сознание, просто врачи даже ничего не могли сделать, я приложила смоченный тампон, и у меня кровотечение остановилось сразу. Многие обращаются с мольбами об извлечении Коробейниковской иконе Божией Матери. Она считается главной святыней Алтайского края. Путь к ней долгий. Расстояние от Покровского кафедрального собора до села Коробейниково, где икона находится в кроме Казанской Богородицы, составляет больше 250 километров. И нужно быть готовым ко всему. Что с собой взяли? Палатку, спальник, сухопаек, обувь сменную, одежду тоже, ну, это аптечку элементарную. А некоторые в пешие путешествия берут и детей. К примеру, известная алтайская актриса отправилась в поход сразу с сыном и дочкой. Ты ничего не ел практически целый день, но ты уже ничего не хочешь есть. У детей проявляется невероятная энергия, они начинают бегать, скакать, играть в футбол, волейбол, теннис. И мне приходилось просто разгонять детей, которые прыгали по палаткам. Одно из интересных нововведений в этом году, это, пожалуй, специальный нагрудный значок, посвященный юбилею. Значок выдадут всем причастившимся в третий день пути. За первый паломники преодолели 30 километров, за второй примерно столько же. После короткой ночной передышки в Калманском районе дальше отправятся в путь, который продлится неделю. В Коробейниково верующие должны прийти в это воскресенье, чтобы попросить помощи или благословения у главной алтайской святыни. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Австралийская джазовая вокалистка Перукуа прямо сейчас впервые выступает перед барнаульцами. Обладательница голоса расширенного диапазона в шесть октав дает единственный концерт оригинальной медитативной музыки, которая, по ее мнению, способна успокаивать или даже исцелять людей. Джазовая вокалистка Перукуа собирает тысячные концертные залы по всему миру. Она родилась в далекой Австралии, но очень любит Россию. Певица даже написала песню «Русская душа» после путешествия от Владивостока до Санкт-Петербурга. Перукуа, говорит, влюблена в Алтай. Мне очень хотелось поехать вглубь Алтая. Я раньше видела Чемал, Белуху, Катуню. Сейчас я хочу забраться поглубже. И мы с мужем купили земли на Алтай. И наша мечта была приехать посмотреть эти земли. Прямо сейчас Перукуа первый раз выступает в Барнауле с концертом медитации. Ее голос слушатели называют голосом женственности. Очень часто люди такие, когда просили ее писать, все такие говорили, что это как голос Матери Земли. И наши друзья, музыкальные продюсеры, говорят, как ты опишешь ее голос? Они такие говорят, эфи, эфи, эфи. И у нас такая шутка в семье такая, эфи, эфи. Ты говоришь, земля, земля, земля. Но на самом деле это лишь один из ее голосов. У нее очень много разных голосов. Я думаю, что у Перукуа где-то около семи-восьми разных голосов. Перукуа закончила джазовую консерваторию. И уже больше 30 лет изучает влияние голоса на людей, на их эмоциональное и физическое состояние. Вокалистка говорит, что своей энергией хочет делиться с русскими обладателями глубокой души. Джаз, соул, поп звучат в первой части концерта. Вторая же посвящена погружению во внутренний мир, в свой космос. Люди проходят в этой концертной программе отпускание вот этого напряжения, стресса, того давления, которое есть в мире, и наполняются любовью и счастьем. Очень приятно, что в зале нет разделения между сценой и залом. Это такое единое целостное ведущее поле. Ауры любви, гармонии, теплоты. У меня даже есть, сейчас говорю, у меня мурашки на затылке. Правда, вообще. Никакая аудиозапись его не передаст. Аналога я нигде не видела и не слышала. Это уникальная женщина. Перукоя дает единственный концерт в Барнауле, который проходит в данный момент. Дальше она намерена покорить своим голосом жителей двух российских столиц. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Вечер памяти Юрия Шатунова прошел в краевой столице год назад. Российский исполнитель ушел из жизни, но его творчество продолжает жить в памяти поклонников. В атмосферу тех лет погрузилась и наша съемочная группа. Почтить память известного российского исполнителя песен и солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова и погрузиться в атмосферу его творчества на этот раз собралось больше тысячи барнаульцев. Детство, да, детство. У меня мама его слушала, мы его все детство слушали. Собирались на концерт, который, к сожалению, не состоялся. Чего ожидаете от этого концерта? Хорошей атмосферы, трогательной, живого исполнения. И просто приятного вечера. Атмосферу творчества Юрия Шатунова поддерживали живым вокалом, стихотворениями, образами, памятными клипами и не всем известными фактами. Барнаул и «Ласковый май» были связаны, есть два нюанса. Первый концерт «Ласкового мая» с участием Юрия Шатунова состоялся именно в Барнауле. Это говорил Сергей Кузнецов именно в интервью одному из YouTube-каналов. А второй – это эксклюзивное видео от 2007 года, когда Юра Шатунов дал интервью вашим коллегам с ГТРК. Гости концерта подготовились, пришли с цветами и даже предавались воспоминаниям о живом концерте исполнителя. Ой, атмосфера, конечно, непередаваемая. Все говорят, ну, возьми диск там или возьми кассету, послушай. Ну нет, это вообще ни с чем не сравнимая. Такая энергетика бешеная. С каждого окна просто звучало. Полюбили, да, полюбили. Прямо в сердце вошел, все его песни. Молодость свою вспоминаю. Весело было? Весело. Студенческие годы. Ой, замечательно. Танцуем, веселимся. Спасибо большое. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Лучший легкоатлет страны наш земляк Сергей Шубенков сломал ключицу. Об этом сообщил личный тренер Шубенкова Сергей Клевцов. Он рассказал, что спортсмен упал с недавно приобретенного им мотоцикла, на котором решил после тренировки покататься по лесу. Необходима ли будет операция, станет известна после посещения Сергеем травматолога. Многие паблики пишут, что Клевцов назвал поступок Шубенкова непрофессиональным и абсолютно разочаровывающим. Когда теперь спортсмен сможет вернуться к соревнованиям, неизвестно. Это во многом, по словам тренера, зависит от самого Шубенкова. Ну а тем временем первый чемпионат Сибири по банному парению прошел в Барнауле в течение дня. Профессиональные банщики соревновались в том, как создать в бане особую атмосферу, в знаниях банных традиций и обрядов, а также в умении правильно парить вениками. О необычном спортивном мероприятии расскажет Дмитрий Дроздов. 80-ти градусная жара в парилке – одно из испытаний профессиональных банщиков, но при этом нужно еще отпарить разными вениками – березовым, липовым, пихтовым. На выступления каждого участника всего их 8 отводилось 20 минут. Каждый взмах веникам под прицелом опытных членов жюри. Внимание обращается на овладение веников. Техническая часть оценивается значительно выше. Коэффициент внешнего вида, украшения. Он все-таки играет место, играет роль, конечно, важную, но не самую важную. Все-таки именно владение веников, поведение, умение именно чувствовать пар. Пармастера – люди с фантазией. Они точечно изучают свою модель. Так называют сами банщики людей, которых они парят. Узнают, кем работает человек, чем занимается, что его беспокоит. И уже после этого строят программу парения. Она может быть классической, расслабляющей, либо с уклоном на лимфодренаж. У нее имеется, как в принципе и на любой работе, нагрузка идет в основном на нижние конечности. Поэтому сегодня я буду в своей программе прогревать и ножки с акцентами на коленные суставы и бедра. Также общий прогрев проведу. По итогу семи часов банных баталий лучшим пармастером признан барнаулиц Александр Лебедев – банщик с многолетним опытом. Он признался, что очень рад появлению нового чемпионата, который послужит стимулом для развития банного дела и спорта в нашем регионе. Дмитрий Дроздов. День с толком. А у меня на этом все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Для вас работает телефон редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Валар». Только хороших вам новостей и до встречи. Продолжение следует...